Особое мнение на 101FM С Романом Александровичем мы начнем с приятного повода. Буквально вчера наше законодательное собрание отметило такой серьезный юбилей, 30 лет. Я не знаю, как правильно сказать, Роман Александрович, со дня основания, 30 лет. Со дня начала работы именно вот... В новом формате. Да. Как раз Конституция 1993 года дала возможность формировать именно региональные парламенты, то есть наделила представительные органы, которые существовали раньше, вообще возможностью принимать законы. Ну и, соответственно, начинается новейшая история законодательных органов в стране с момента принятия Конституции. Ну а дальше вот в основном как раз именно 30 лет назад начали работать законодательные органы во всех субъектах. И наши коллеги из других регионов тоже сейчас отмечают 30-летие деятельности своих законодательных органов. Так что это, ну, такой... Такая волна юбилеев по всей стране. По всей местной юбилеи, ну, это возможность подвести итоги, а также спланировать перспективу. Можем как-то проанализировать, с чего все начиналось и к чему пришло. Сильно ли изменился состав депутатов, возрастной и профессиональный, так скажем. Если я верно помню, в 90-е годы как-то по-другому немножко формировался парламент, да? То есть там было больше представителей от районов, именно от каких-то, не знаю, непредприятий, наверное, от органов власти. Как раз вот правильно вы подметили, то есть изначально парламент и формировался от населения, то есть существовали одномандатные округа, люди избирали своих депутатов, ну, и, соответственно, спрашивали с них. Первый состав, думаю, у нас было 47 человек, должно было быть 48, но одного не смогли избрать и, в общем-то, решили не избирать. Так вот, 47 он и проработал. Затем начал работать уже второй созыв из 54 депутатов. Они избирались по двухмандатным округам тогда, и была возможность, вот там, соответственно, принимать участие в выборах. Вот я в 1997 году, кстати, принимал участие впервые в качестве кандидата в депутаты по Уричевскому избирательному округу номер 10. Примал участие в выборах депутатов тогда Кировской областной думы. Ну, а дальше уже вторглось в наше сознание понятие парламентские партии, и, соответственно, им начали... Выделять определенную квоту. И, исходя из этого, уже начали формироваться парламенты следующих созывов, когда от партии начали также избираться свои представители, чтобы они могли доводить точку зрения не только избирателей, но и разных парламентских партий. Ну, вот, собственно говоря, как бы, если кратко и в целом посмотреть сегодняшнее распределение, как у нас что происходит. Ну, и предыдущий созыв, если вы помните, он подсократил партийную квоту. Сейчас у нас депутатов 40, 27 избираются от одномандатных округов и 13 от политических партий. По спискам партий. Да. Ну, вот такая сегодня данность работы законодательного органа в Кировской области. Слушайте, вот у меня ощущение, что в первых созывах нашего областного парламента как-то больше было того, что называется «простые люди». То есть это вот учителя, врачи, какие-то деятели культуры. Сейчас как-то больше вот крупный бизнес представлен, какие-то объединения, корпорации. Это хорошо или плохо? Ну, на самом деле, если проанализировать вообще историю выборов и смотреть даже выборы там Верховной Советы, наверное, там вот в период вот этой волны 90-х и демократии очень много избиралось людей, которые действительно, которых очень уважались территории, уважали на территории, и они действительно могли избраться, принять участие в этих избирательных кампаниях. Ну, у нас вы свой телеграм-канал, агитируйте, чтобы подписываться. Мы тоже агитируем за свой телеграм-канал и группу ВКонтакте, законодательного собрания Кировской области. Подписывайтесь, там очень много сейчас как раз исторических вот каких-то интервью, исторических сюжетов. А, то есть можно проследить, как все начиналось и работало, да? Очень хорошее сейчас интервью. Я просто, ну, не хочу пересказывать. Людмила Ивановна Степанова, это депутат первого созыва, как раз вот о деятельности первых депутатов именно уже как законодательного органа Кировской областной думы. Вот это интервью записано, оно сейчас есть в социальных сетях, поэтому, пожалуйста, посмотрите. Действительно, очень много интересного, совсем несколько по-другому это все было. И, ну, да, наверное, была возможность избираться, и в том числе и вот такие люди попадали, избирались. Ну, сейчас они меньше принимают участие, хотя мы видим и примеры с другой точки зрения. Ну, взять, например, врача там даже не главного больницы Никиту Соломенникова, и, пожалуйста, как бы там он и праймерис Единой России выиграл на округе, и потом стал депутатом. Так что вот, пожалуйста, примеры есть и сегодня, когда люди выдвигаются, как раз участвуют во всех процедурах и, соответственно, побеждают. Почему нет? Тоже простой врач. Нет, я почему спросила? Вот человек хороший, это замечательно, но хороший человек, говорят, это не профессия, да? Человек, который принимает законы, он должен понимать, как это все работает, то есть у него должно быть какое-то стратегическое видение того, как принятые какие-то решения будут сказываться на дальнейшем развитии, в том числе экономических каких-то процессов. И в этом смысле представители крупного бизнеса, они, наверное, все-таки больше немножко разбираются, ну, в силу профессионального постоянного погружения, чем люди, которые не руководят. Я бы так не сказал, я считаю, что есть разные точки зрения в этом отношении. Конечно, есть представители крупного бизнеса, которые, в общем и целом, действительно смотрят, может быть, куда-то, но они тоже смотрят с точки зрения именно бизнеса. Больше они в этом, соответственно, смотрят и понимают, ну, соответственно, как бы обсуждая, при обсуждении, просто, ну, видно, когда отдельные депутаты именно вот точку бизнеса. Не своего имеется в виду, общего целого. Точку бизнеса, да, предлагают, ну, и, соответственно, мы, естественно, его тоже стараемся учитывать. Но важно, конечно, мнение и разных сообществ, в том числе и профессиональных. И поэтому, ну, вот у нас сейчас в большей степени, наверное, скажем так, если брать социальные сферы, больше такой крен в сторону медицины. Если брать седьмой СССР, хотя я бы тоже считал, что нам бы не помешало дополнительно иметь и хороших педагогов, чуть больше и представителей культуры там, да, и других социальных сфер, как бы там, да. Не, но это же считается, что это фактически делегаты, да, от той или иной отрасли. Депутаты — это делегаты. Ну, на самом деле это важно, потому что профессиональный подход, он действительно сегодня дает возможности более глубоко разбираться в тех или иных вопросах и их решать. Но мы, тем не менее, конечно, это отсутствие вот представителей данных категорий не говорит о том, что мы внимания этому не уделяем. Мы, естественно, стараемся и педагогическому сообществу внимание там серьезно уделять и другим социальным сферам, поскольку вообще считаем, что социальная сфера — это, ну, одна из таких главных задач, которые ставят перед собой, да и ставили перед собой депутаты всех семи созывов о развитии социальной сферы, совершенствовании социальной сферы, уровень оплаты труда в социальной сфере и так далее. То есть это действительно приоритетом является уже многие годы работы Законодательного собрания Кировской области. Роман Александрович, еще хотелось спросить про ротацию. У нас есть депутаты, которые работают не один созыв, а несколько, например, да. Есть депутаты, которые приходят на один созыв, потом меняются их, может быть, приоритеты, и они больше не избираются. В самом начале, на старте работы нашей областной думы, срок депутатства составлял три года, со второго, по-моему, созыва четыре, а дальше пять. Ну, первый созыв, он был переходный, поэтому, соответственно, как бы срок был такой вот, неполный, по сути дела, получалось. Потом уже там перешли к четырехлетней системе, ну, а затем, с учетом возрастания как раз сроков работы, в том числе и государственной думы, переходили с четырех на пять лет. То есть, там, поэтому, в общем и целом, вот сейчас пятилетний срок полномочий. Я считаю, что это достаточно, действительно, вот срок работы, в рамках которого можно разобраться в тех вопросах, которые есть, ну, и постараться их решить. Почему нет? Предлагать какие-то решения, не просто участвовать в работе, а именно предлагать решения и добиваться их исполнения. Это, мне кажется, очень важно. И как раз за пять лет, я считаю, что оптимально можно очень многого достичь, во всяком случае, в работе в рамках своего избирательного округа, да и в рамках, в целом, Кировской области, представляя, опять же, интересы тех избирателей, которые избрали того или иного депутата. Место для дискуссии парламента или не место? Конечно, место для дискуссии. Почему нет? У нас эти дискуссии есть, они существуют, и, несмотря на там присутствующие обвинения в узурпировании власти, в законодательном собрании я стараюсь, чтобы как можно больше этих дискуссий происходило. Поэтому я вот больше в онлайн-формате смотрю заседания комитетов законодательного собрания, чтобы там не влиять, а как раз... Напоминаем нашим слушателям, что это может делать кто угодно, не только председатель. Комитеты, вот это как раз место, где должны обсуждаться вопросы, но они уже выносятся на решение, на законодательное собрание. То есть у нас обычно в повестке достаточно большой объем вопросов стоит, то есть, ну, обычно это порядка 20, а может быть и больше. И поэтому, конечно, здесь в рамках, когда уже ты все свои идеи мог высказать через комитет, и мы смогли уже там даже иногда до заседания уже некоторые идеи отработать, либо взять их в работу в дальнейшем, то есть здесь уже, конечно, должен идти процесс принятия решений на самом заседании законодательного собрания. Но, тем не менее, возможность всегда у депутатов есть выступить, высказать свою позицию, все этим пользуются. Это только вот в пятиминутке, по-моему, это так называется? Ну, почему в пятиминутке? У нас при обсуждении любого вопроса у каждого депутата есть возможность а. задать вопросы, б. выступить с сообщением по поводу вот этой темы. Кроме этого, у нас есть категория разная, где может каждый депутат записаться и высказать свою позицию по тому или иному вопросу. Поэтому эта возможность есть. Да и сейчас я не вижу вообще никакой проблемы с точки зрения того, чтобы высказать свою позицию. Пожалуйста, есть сегодня социальные сети, есть возможность к вам в прямой эфир приходить, и вы приглашаете представителей разных политических партий, и они имеют здесь возможность высказать свои позиции по тому или иному вопросу. Вот, пожалуйста, это тоже возможность депутату себя проявить и высказать позиции по тем темам, которые сегодня волнуют избирателей, да и самого депутата. Ну, или внести какую-то тему, которая только-только еще в публичное поле заходит. И это активно происходит. Это активно происходит, это нормальный процесс. Поэтому вот если брать, опять же, само пленарное заседание, законодательное собрание, ну, я считаю, что вот через комитет и через законодательную инициативу депутат может сделать гораздо больше, чем вот через трибуну, когда вот он пытается донести свои хотя, и это тоже форма не исключается. Времени нас мало, к сожалению. Давайте мы эту тему, чтобы, ну, как-то так, не знаю, финализировать, да. Будете ли как-то отмечать, праздновать 30-летие? Ну, все-таки специальная военная операция продолжается. Конечно, таких каких-то широких празднований мы не предполагаем. Мы, в общем-то, решили, что наш юбилей должен пройти по деловому. И, ну, так, чтобы мы и предыдущее поколение депутатов не забыли. Поэтому у нас перед заседанием, перед пленарным заседанием 24 апреля откроется музей законодательного собрания. Так что анонсируем. Где он будет? Он будет в помещениях, где находится законодательное собрание. То есть за любой горожанин может прийти или нет? Рядом с кабинетом председателя. Ну, сначала мы это, конечно, его откроем для депутатов разных созывов прежде всего. А затем у нас есть возможность. У нас школьники активно записываются на экскурсии, студенты активно записываются на экскурсии, экскурсии проводятся. И сейчас мы будем, естественно, музей включать в обязательное место посещения для вот этих организованных групп. Но это небольшое помещение. Конечно, у нас нет таких возможностей сегодня площадей. То есть это не как обычные музеи, не с 10 до 6 каждый день, с одним выходным по понедельникам. Это по-другому немножко работает. Это, конечно, будет работать в рамках организованных групп, но и гостей, которые будут к нам приезжать, приходить. Поэтому, конечно, мы будем тоже показывать и рассказывать историю. Притом, мы здесь историю берем не только за 30 лет, мы историю берем с момента первых депутатов, когда они начали работать, в том числе рассказываться о депутатах Государственной Думы, вот начиная с первого созыва 1906 года. И, в общем и целом, все, весь вот этот депутатский, вот все разные возможности депутатов разных периодов, они там тоже будут представлены. Ну, пока, в общем, работа продолжается, но я думаю, что мы презентуем такую основную часть музея, при том мы предполагаем, что дальше будем над этим продолжать и работать. У нас выставки разных документов будут проходить. Сейчас мы планируем, кроме всего прочего, большую научно-практическую конференцию, которая у нас будет в сентябре, она будет переурочена и к юбилею города Кирова, к 650-летию и к 30-летию законодательного собрания. Мы надеемся, что к нам приедут коллеги из Привозского федерального округа, чтобы мы вместе обсудили... Так, научно-практической конференции, но приедут законодатели. Да, да. Ну, законодатели и представители научного сообщества, скажем так, которые готовы будут обсуждать, вот 30 лет, да, это, собственно говоря, с чего начиналось, на какой стадии мы на сегодняшний день находимся, в принципе, региональные парламенты. А то есть история регионального парламентаризма? Нет, не история. Мы как раз говорим о будущем. Нет, о роли регионального парламента сегодня в развитии своих регионов. Наверное, в большей степени в эту сторону будем говорить, и поэтому мы здесь тоже хотим и какие-то определенные моменты юбилея отметить обязательно, но и в большей степени все-таки о деле поговорить уже о будущем, о том, что из себя должен представлять региональный парламент вне зависимости от региона Привозского федерального округа. Может, мы кого-то еще из соседей пригласим. Да, ну вот. И заодно они еще и поучаствуют в каких-то мероприятиях юбилейных. И мы приурачиваем это как раз к дням основных юбилейных мероприятий, в 20-х чисел сентября, да, и, соответственно, 20-21-го мы предполагаем проведение нашего мероприятия, которое будет сочетаться уже с юбилейными мероприятиями в городе. Поэтому я думаю, что и покажем, и у нас есть что показать в городе. Уверен, что еще за летний промежуток, за весенний летний промежуток еще изменения будут происходить. И поэтому, ну, наверное, уже так с долей гордости будем презентовывать и объекты нашего любимого, замечательного города Кирова. Главное, чтобы погода не подвела еще в это время. Немаловажно, но у нас есть объекты, которые вне погоды. Да, слушайте, гимн Кировской области в сентябре уже петь будете его или нет? Ну, слушайте, это инициатива молодежного парламента. Да, мы на прошлой неделе разбирали. Мы с ребятами обсуждали. Ну, на самом деле, как бы, есть регионы, в которых есть гимн, есть регионы, которые живут без гимна. Инициативу они высказали. Я говорю, ну, вы гимн-то уже написали, чтобы мы уже могли обсуждать. Да нет, мы считаем, что это профессионалы должны заняться. Ну, слушайте, можно, конечно, по-разному к этому инициативе относиться. Ну, на самом деле, вот опять же, 90-е годы ведь непростой период времени был. И первые созывы Кировской областной думы, которые начинали работать, вот там сам первый созыв, они как раз очень многим вниманием уделили как раз формированию символов. И символ это все равно, ну, некое представление о регионе. То есть у нас есть герб и есть флаг. У нас и тогда и были разработаны гербы, флаг. И более того, мы сейчас, приняв закон о праздничных днях и памятных датах, мы вот эти дни, когда у нас состоялось принятие вот этих законодательных актов о гербе и о флаге, значит, мы сейчас их день герба Кировской области появился, и день флага Кировской области. Памятные такие даты, да. Это уже памятные даты, которые на самом деле есть. Будет ли что-то по гимнам? Ну, наверное, здесь надо комплексно смотреть этот вопрос. Все-таки, мне кажется, там внести мы можем что угодно, даже если у нас он в законодательстве будет, на самом деле, а самого гимна не будет. Это тоже. Ну, мы, во всяком случае, можем синициировать вопрос о... А вдруг появится потом какая-нибудь песня хорошая, которая понравится? Вот, дополнительном элементе гордости за нашу Кировскую область. Все говорят, вот там сейчас не время, вот там надо слова гимна Российской Федерации выучить. Вот те, кто говорят, видимо, не знают слова гимна, во всяком случае, все современное поколение школьников, я видел, как они поют на линейках, и поэтому точно могу сказать, гордость за наше будущее поколение, вот оно точно есть. В советское время в школе учились, по-моему, тогда гимн Советского Союза, он был в школьной программе, то есть его, ну, как стихотворение, его учили, сдавали. Во всяком случае, он еще и был практически на каждой обложке, каждой тетради, поэтому тут сложно было не запомнить. И поэтому, ну, вот я не знаю, я считаю, что всегда надо обсуждать какие-то новые вещи, которые, опять же, добавляют гордости, добавляют оптимизма, добавляют вот хорошее чувство патриотизма, любви к малой родине. Где? Ну, почему-то на торжественных официальных мероприятиях. На торжественных официальных мероприятиях, это понятно. Но на торжественных официальных мероприятиях, Роман Александрович, очень ограниченное количество жителей. А вы были когда-нибудь на каких-нибудь мероприятиях в национальных республиках, где параллельно с государственным гимном Российской Федерации еще играется национальный гимн вот той республики, в которой там находишься. И это тоже действительно вызывает определенный элемент, тем более он же идет на еще родном языке этой республики, как правило. Поэтому, конечно, это тоже вызывает определенное чувство гордости за ту малую родину, которую есть. Я не иронизирую, я пытаюсь понять, как это можно использовать так, чтобы это было, ну, как это сказать, не мертвая такая история. Вы меня пытаетесь убедить в том, в чем я сам сомневаюсь. Я пытаюсь понять, как это можно сразу же прописать, чтобы потом возникало меньше вопросов, а зачем это нужно. Ну, вот, условно, отправляется, не знаю, там, фирменный поезд «Вятка» в Москву. У нас, по-моему, «Прощание славянка», я не знаю, играет сейчас, не играет на вокзале. Давно не ездила «Вяткой». Вот, можно же было бы так использовать, да, там, не знаю, можно было бы где-то еще включить. Вот, идея сейчас появилась, давайте пусть и общественники это пообсуждают. Ведь это хорошо, когда есть что пообсуждать. Не все же обсуждать переименование нашего города и часовой поезд, в котором мы должны находиться. Очень, кстати, хорошая тема. Сейчас появляются новые темы гимна и победилово, поэтому мы, соответственно, давайте будем эти вещи тоже обсуждать. Победилово сейчас перейдем. Вам все-таки как видится, если будет принято решение о том, что нужно нам вот этот вот наш, государственный наш внутрирегиональный символ принять в виде гимна, это должен быть конкурс... Обязательно, обязательно. Конкурс на песню, или это может быть готовое что-то? Это обязательно должен быть конкурс, это должно быть какая-то материальная составляющая как бы этого процесса, потому что, ну, в общем и целом, творческие сообщества, они тоже любят, когда их поддерживают. А это будет открытый конкурс? Конечно. Жители других регионов смогут тоже написать песню? Конечно, конечно. Я думаю, что здесь ограничивать в этой ситуации нельзя, потому что, ну, опять же, авторитетных, уважаемых композиторов, текстовиков, их достаточно, мне кажется, в стране, которые могли бы тоже нам помочь. Ну, у нас и много земляков, которые, на самом деле, живут сегодня за пределами территории, зачем их ограничивать в возможности поддержать. Поэтому я пока не готов эти вещи обсуждать, ну, вот с точки зрения именно того, что как механизм должен быть. Эта идея появилась. Я эти же самые вопросы задавал нашему молодежному парламенту. Для чего, зачем, почему? Ну, вот посчитал автор инициативы, что это важно. Но это она еще только инициатива. Ее еще даже сам молодежный парламент не обсудил и не рассмотрел. Или рассмотрел? Рассмотрел, да? То есть они поддержали. Ну, это я просто пока в отпуске находился, что-то, наверное, упустил немножко. Да, ну, рассмотрели, а если поддержали, значит, ну, сейчас мы будем рассматривать, уже принимать какие-то решения. Сроки примерные. Насколько долгий этот процесс? Ну, я думаю, что мы точно на апрельском заседании рассматривать сейчас эти вопросы не будем. Сейчас посмотрим все внимательно со всех сторон, а потом уже будем принимать какие-то управленческие решения. Но к сентябрю, скорее всего, не появится, потому что ведь каникулы еще летом. Опять же, давайте мы... У нас 650-летие не Кировской области отмечается. Города Кирова. И, насколько я знаю, у нас гимн города Кирова есть, да? Песня какая-то, по-моему, есть. Ну, песня, которую назвали гимном. Да. Поэтому это тоже вот нюанс, который с точки зрения скептиков обсуждать, потому что вроде что-то есть, а мы с вами об этом не знаем, значит, мы это не используем совсем никак. Поэтому, наверное, здесь это тоже надо учитывать и смотреть, чтобы если что-то вводить и принимать какие-то решения, надо действительно, вы правы абсолютно посмотреть, а где это будет использоваться, чтобы это, ну, действительно чаще игралось и была возможность, соответственно, человеку хотя бы как минимум слово запомнить. Выучить. Да. В процессе, естественно. Хорошо, ладно, с гимном понятно. В общем, к сентябрю торопиться не будем. Вряд ли это будет сделано. И тем не менее, ну, вот он пока в публичном поле этот вопрос обсуждается. Можно, наверное, и какие-то предложения вносить. Мне очень важно, чтобы манения это все-таки тоже в этой ситуации были. Наверное, разный. Наверное, с учетом опыта и работы по еще одному вопросу, который мы точно сегодня с вами будем обсуждать, наверное, тоже мне надо что-то написать в социальных сетях и пообсуждать, нужен, не нужен. И там, нужен, если нужен, то для чего, да, и где бы можно было использовать. Наверное, это тоже важный элемент дискуссии. Роман Береснев, председатель законодательного собрания Кировской области у нас в гостях. Мы сейчас убежим на небольшой перерыв. Полторы минуты, и мы вернемся. Вернемся к теме аэропорта Победилова. Будем говорить об этом. Роман Александрович до отъезда своего в отпуск был инициатором... Я никуда не уезжал, я был здесь. А, ну хорошо, ладно. До отпуска своего был инициатором очень такой спорный, как выяснилось, дискуссионной идеей. Идеей наделить наш аэропорт вторым именем. Реклама, и вернемся. Особое мнение на 101FM И мы продолжаем. Роман Береснев, Победилова, наш аэропорт. Законодатели кировские съездили туда с ревизией, я бы так сказала, или с инспекцией, не знаю. Ну, на самом деле, с экскурсией. С контрольным мероприятием. Да ладно, ну, на экскурсию вас свозили. Ну, слушайте, нет. У нас, смотрите, мы несколько моментов на самом деле выявили и проблемных. Не только там все есть хорошо. А-а-а, конечно. Ну, зачем? Зачем мы в этой ситуации? Идет рабочий процесс устранения недостатков. Слушайте, ну так нечестно. Сказали, что есть проблемы. Вот устранят когда, тогда мы и скажем. Ну, понятно. Нет. Это претензии к парковке, к строительству, к благоустройству, там, я не знаю, качеству материалов. Это с точки зрения того, что не все еще работы выполнены. То есть, работы, они продолжаются. Ну, и внесли предложение там дополнительное по решению вопросов, связанным, скажем, с зоной уже прилета. А там, где багаж получают? Ну, где багаж получают, пока они и будут получать. Вот мы дальше уже смотрим. Сама входная зона дальше, вот когда багаж получили, куда вы входите, здесь ремонтов-то не проводилось. И поэтому здесь, я думаю, что тоже есть необходимость сегодня посмотреть и привести, чтобы у нас в одинаковом состоянии аэропорт находился. Чтобы не было такого резкого контраста. И тем более, это же как бы лицо получается. То есть, приходя сюда, то есть, первые шаги на Вятской земле, вы как раз будете в зоне прилета находиться. А вылетать-то вы уже будете, когда отсюда будете направляться в другую точку нашей страны. Усталый, довольный, переполнившийся кировскими впечатлениями. Поэтому здесь, чтобы вот какая-то была одинаковость, наверное, вот этих всех вещей, чтобы действительно достойный уровень был везде, вот мы как раз эти тоже предложения сегодня сформулировали. Тем более, что нам уже Министерство транспорта подготовило некие свои предложения, которые мы, может быть, рассмотрим при формировании поправок бюджета на 2024 уже год. Много ли просят? Ну, просят. Естественно, надо в этой ситуации посмотреть целесообразность каждого вида работ. То есть на сегодняшний день смета составлена где-то на примерно 48 миллионов рублей дополнительные. Поэтому, ну вот... А в какие сроки? То есть это до... Надо делать сейчас. Надо принимать решение сейчас. До лета? До юбилея? Конечно, конечно. Надо это принимать решение достаточно оперативно и быстро для того, чтобы мы могли уже действительно сегодня... Ну, сейчас вот будем проговаривать этот вопрос с правительством региона. Если в общем и целом позиции в правительстве будут одинаковые, то есть, ну, какие-то, я думаю, что из этого объема поправки могут уже в июне быть рассмотрены и, наверное, там уже за лето сделаны. Поэтому это, я думаю, что там продолжать работу в отношении аэропорта необходимо. И, кстати, вот тема, связанная с дополнительным названием, она родилась именно исходя из этого, потому что, наверное, стыдно было бы решать вопрос, когда аэропорт не сделан. Да, и обсуждать даже этот вопрос. А я помню, ведь эта тема, она вносилась как раз, когда вот была эта общая массовая в России кампания, 44 или 46, 44, путаю, сколько там конкретно аэропортов, получили дополнительное имя в честь кого-то из известных россиян, тогда тоже же вносилась эта история и в Кирове, что давайте и наш аэропорт тоже дополнительный именуем, и тогда как раз говорилось, что сначала надо сделать ремонт, а потом уже... Да, да, поэтому сейчас ремонт проведен, и это ничего не решает, кроме как дополнительного привлечения внимания именно к нашей точке развития, наш аэропорт. Победилово прекрасное имя, никто его не собирается отменять. Я всех вот тех, кто там написал, что я собираюсь Победилово переименовать, всех разочарую, не собираюсь ни разу. Действительно, это, ну, такое и географическое, и... Ну, вот так географическое название совпало с прекрасным созвучием правильных вещей, потому что Победилово, на самом деле, это еще с 19 века, вот это местечко, оно, соответственно, носило два названия, и второе название было, в том числе, Победилово. И вот эта деревня уже, которая была здесь, аэропорт у нас там появился гражданский в 60-е годы, чтобы там всем было понятно, оно стало, в результате, стало дальнейшим названием сначала населенного пункта, ну, а дальнейшим уже и... Аэропорт. ...названием аэропорта. Поэтому вот оно мне просто душу греет и... И сохранится. И это обязательно должно... Вы на него не покушаетесь. ...ни сколько, ни в коем мере. Это красивее гораздо, чем название, ну, название всех деревень. Коими названы аэропорты большинства, вот, разных, разного рода... Регионов. ...регионов, да. То есть мы эти названия знаем, но наше самое звучащее, самое мощное... И со смыслом. Да, и оно имеет еще, да, смысл. Кто-то мне написал даже, что это, оказывается, с 50-летием победы, у нас это название появилось разочаруя. Нет, не так. Но, тем не менее, это действительно с победой там однозначно ассоциироваться. И, наверное, как бы вот это точно менять не надо. Но, чтобы привлечь дополнительное внимание, я опять же там... Это дискуссионный вопрос, и здесь есть аргументы, как за, так и против. Давайте мы подумаем, надо нам это или не надо. На это вопросы по-разному отвечают. А если надо, то кого? Вот многие эти позиции было озвучено, были названы художники Воснецовой, писатель Грин, были названы и наши военные деятели, начиная от маршала Конева, маршала авиации Вершинина, летчик-космонавта Виктора Петровича Савиных. Ну, то есть много разных имен было названо как раз... Циолковского нам предлагали. Ну, он, правда, занят Калугой. Ну, вот, видите, Циолковский уже занят. Поэтому, ну, почему нет? То есть мы, если тогда называли 44 аэропорта одновременно, то есть мы сейчас имеем возможность, как бы, прозвучать в рамках всей страны, если мы назовем действительно хорошим, там, правильным именем, вот, наш аэропорт. Почему нет? Это было бы здорово, мне кажется, это дополнительная возможность. Ну, и дополнительное брендирование, которое можно было бы сделать в аэропорту. Ну, как вы это видите? Ну, то есть, вот, нет, как художник, например, или как Грина, как Воснецовых и Грина обыграть, я представляю себе. Ну, и можно обыграть... Как обыграть Маршаллов не очень. Можно обыграть все, что угодно, поверьте, это, все эти возможности есть, и поэтому, конечно, вот, конечно, победила больше сочетается как раз с победой, и, конечно, в этом направлении, мне кажется, тоже перспективно помыслить, потому что победила и Воснецов как-то уже сочетания несколько не хватает. Ну, тем не менее, это, опять же, ну, почему нельзя это обсуждать? Вот тоже там говорят, вам заняться нечем, там, да, вот, на сегодняшний день. Ну, слушайте, вот это сегодня мы имеем хороший, прекрасный шанс прозвучать в рамках всей страны. Дополнительно прозвучать и прозвучать с позитивной точки зрения. Для Кирова это всегда важно, и мне кажется, вот, с точки зрения, опять же, привлечения внимания к нашему городу и к нашему аэропорту, это было бы крайне знаковым и в сегодняшней обстановке. Поэтому тема, она продолжает дискутироваться, никаких решений на сегодняшний день нет, никто не этот самый, не собирает пока ничего. Я считаю, что это, конечно, должен быть организован, хороший опрос на хорошие электронные площадки, с тем, чтобы большинство могло высказаться за то или иное название, если мы все-таки там придем к этому. Пока больше из социальных сетей я смотрю, что большинство выступает вообще победиловой, хватит. Ну, поэтому, вот, ну, консервативный народ на вятке. Не хотят люди изменения. Поэтому, да, вот. Ну, или, может быть, денег им жалко, надо же будет это бронзирование как-то вот на него потратиться же, надо будет, нет? Ну, слушайте, вот мы сейчас, если принимаем какие-то управленческие решения с точки зрения выделения дополнительных средств, я думаю, что мы найдем возможности как-то без больших объемов средств как раз этим бронзированием организовать. Ну, опять же, если брать, допустим, выставку ВДНХ, где вот движущиеся картины Воснецовых уже присутствуют, ну, выставка-то ведь завершится, а картины-то останутся. Ее же куда-то нужно, да? Ее же уже можно... Я, кстати, за то, чтобы в нашем аэропорту что-то появилось такое запоминающееся. Я была свидетелем однажды, это не связано с аэропортом, это связано с железной дорогой, как реагируют проезжающие люди на вот эти раскрашенные дома на Комсомольской, да? А что это? А где это? А какой это город? Они спрашивают, да? И вот такая же была бы история, например, с аэропортом, мне кажется. Было бы интересно. Опять же, это некое формирование целостного представления о нашем регионе и, опять же, об ассоциациях этого региона не просто с чем-то, потому что, ну, вот сейчас Кировск там, допустим, проводит спортивное соревнование, а вот Киров-Кировск уже как бы есть ощущение. Это Кировская область, насколько я помню. Да, точно. Роман Береснев, председатель законодательного собрания Кировской области, был у нас в программе «Особое мнение». Я, к сожалению, не очень понимаю, нам по моим часам уже пора заканчивать. Спасибо вам большое, рады были встретиться. Удачи всем и здоровья. Особое мнение на 101FM